Сегодня хочется рассказать про наш любимый замок в Нидерландах, который называется Замок Дехар или Кастил Дехар. И он является самым роскошным и большим замком в Нидерландах. Замок находится недалеко от города Утрехт и в нем более 200 жилых комнат и 30 ванных комнат. Для нашей семьи этот замок особенно значим, потому что здесь мой супруг сделал мне предложение в 1021 году. Давайте немножко про замок. Замок был построен мастером голландской неоготики, архитектором Кейперсом на рубеже 19 и 20 веков для семейства Ротшильдов. Также на территории замка есть часовня и большой парк. Первое упоминание о замке было датировано 1391 годом. И на протяжении многих лет замок строили, увеличивали территорию, занимались его укреплением. А замок принадлежал роду Дехар около 50 лет. Последний владелец не имел детей и наследников. После брака Иосины ван дер Хар, замок и территория перешли во владение семьи Ван Зюлен в 1449 году. И семья до настоящего времени владеет замком. Замок подвергался многочисленным нападениям и разрушениям. И в 1482 году здание серьезно пострадало во время войны и также во время торнадо 1674 года. Права на замок и прилегающие земли достались католической ветви семьи Ван Зюлен ван Нейвелд. И последний голландский владелец замка Антон Мартинос Ван Зейлен ван Нейвелд. Он был холост, и по причине отсутствия наследников он передал права на владение замком бургомистру города Брюги и члену парламента в Объединенном Королевстве Нидерландом Джан Джаку ван Зюлен ван Нейвелд. И они остаются хозяевами замка. Замок был не заселен и приходил в упадок. И к концу XIX века замок представлял лишь развалины. В 1890 году барон Этьен ван Зейлен ван Нейвелд унаследовал руинные замки от своего отца. И в 1887 в Париже Этьен ван Зейлен женится на баронессе Хеллен де Ротшильд, наследнице французской ветви Ротшильдов. Благодаря этому браку барон Этьен ван Зейлен получил огромное состояние и смог вложить в средства грандиозное восстановление и перестройку замка Дехар. Как я уже сказала, для реконструкции замка был приглашен известный архитектор Питер Кейперс. И вместе со своим сыном Джозефом 20 лет они перестраивали замок с 1892 по 1912. Бароны-баронесса не планировали постоянно проживать в замке, но несмотря на это архитектуры были поставлены впечатляющей на то время задачей. Замок должен был оборудован всеми удобствами, доступными в Европе в XIX веке. Он должен был обладать величественным внешним видом, комфортом для пребывания в замке и возможностью посещения и развлечения гостей в сентябре. В замке было установлено электрическое освещение собственным генератором, центральное паровое отопление. Кухня замка также была весьма современной и для того времени и до сих пор имеет большую коллекцию медной посуды, утвари и оснащена огромной угольной плитой фирмы Дроя, которая была привезена в то время на поезде из Франции. И она на самом деле обладает колоссальными размерами для того времени и очень тяжелая. До сих пор непонятно, каким образом они перевозили и транспортировали это уже все в замок. Традиция владельцев посещать замок в сентябре продолжается и сегодня у детей и внуков семьи. Последний владелец Тьерри Ван Зелин Ван Невилд Ван Дехар в сентябре каждого года жил в замке вместе с семьей, гостями и персоналом. В это время замок всегда закрыт для публики. Но на сегодня замок Дехар больше не принадлежит семейству Ван Зелин. Сам замок и его территория примерно 55 гектаров и деревня Хайзерленс 350 гектаров с 2000 года перешла в собственность Ассоциации по охране памятников природы в Нидерландах. Собственности семьи до сих пор остаются шале на территории замкового комплекса. Также семья Ван Зелин оставалась некоторое время владельцами мебели в замке и обширной коллекции произведений искусства. Ее ценность по оценке примерно и превышает 10 миллионов евро. Но после смерти Тьерри Ван Зелин в 2011 году его дочери посчитали, что лучшим решением будет создать фонд замок Дехар, передать всю коллекцию собственности этого фонда. Интерьер замка впечатляет размерами и роскошью отделки. Основная часть помещений выполнена в стиле неоготики. Основные детали, такие как скульптура из-за свистника, дубовые различные элементы, витражи эмаль, кованые элементы, изготовленные Рурмонди, мастерами, которые на то время давно сотрудничали с Кейперсом. В интерьере центрального зала расположены готические оконные проемы, розетки, резные архитектурные элементы, которые предназначены напоминать интерьер католических храмов. Кроме самого замка, ворот, мостов и хозяйственных построек, Кейперс проектировал обеденный стол и комплекты стульев, скамьи, посуду и столовые приборы для семьи. В замке можно увидеть детали, указывающие на еврейское происхождение семьи Ротшильд. Это звезды Давида на балках в рыцарском зале и фамильном гербе, рука с пятью стрелами над дверью между большим залом и библиотекой. Но гораздо больше деталей содержат знаки семей Ван Дерхар и Ван Зелин. Они присутствуют практически во всем замке, в декоре, на оружии. Также можно увидеть фамильные девизы. Комнаты замка украшены различными шедеврами – антикварной китайско-японской керамикой, гобелинами XVI-XVIII веков, различными картинами и панно с религиозной тематикой. Когда барон закончил перестройку жилых помещений, он задумался о перестройке сада. И в его мыслях на тот момент был Версаль. И вслед за замком вокруг него был построен шикарный парк. И ради этого парка, стоящую рядом деревушку, хазарляйнис, перенесли примерно метров на 200. Парк замка был возведен буквально за неделю. Барон не хотел сажать молодые деревья и ждать, пока они вырастут, поэтому приказал тайно привезти из разных регионов Голландии деревья старше 40 лет и посадить их на территории замка. В саду замка всегда росли цветы. Исключение пришлось сделать лишь во время Второй мировой войны. И тогда землю засадили овощами, чтобы было чем питаться. В замке все продумано до мелочей. Любая скульптура и роспись появилась в убранстве не случайно. Они несут свой определенный смысл. Даже личность известного архитектора Питера Кейперса, занимавшегося восстановлением залка, была зашифрована в фигуре одного из львов, встречающих посетителей у входа. В замке был установлен лифт. Горячей водой могли пользоваться даже слуги. Работать в замке Дехар было настоящей честью на тот момент. И несмотря на то, что семья проводила в поместье лишь один месяц в году, прислуги было очень много. За каждую комнату отвечала отдельная служанка. Во всех покоях были размещены специальные кнопки, с помощью которых можно было посылать сигнал прислуги. А в то время работать в замке было не только престижно, но и комфортно. Семья жила на широкую ногу, даже лучше королевской. Например, сохранилась специальная ванна для алкоголя. Туда помещали бутылки с вином и шампанским до прихода гостей. Замок Дехар, как и любой другой замок, скрывает множество секретов и легенд. Например, до сих пор неизвестно, почему богатая наследница Ротшильдов, будучи еврейкой, вышла замуж за католик обороной Тиена. Кстати, говорят, женщине нравились не только мужчины и не столько, сколько другие женщины. Например, в 1902 году Хелен любила с британской поэтессу Рене Вивьен. Они вместе путешествовали, пытаясь скрыться от любопытных глаз. При этом Ротшильд оказывала финансовую поддержку своей подруге. И поэтесса даже считала, что они с Хелен законные супруги. Однако спустя всего пять лет Ротшильд бросила Вивьен ради другой женщины. Столь бурная личная жизнь шла параллельно с семейными обязательствами баронессы. Хелен родила мужа двоих детей, Эгмонта и Хелина. Однако судьба последнего оказалась трагичной. Он попал в аварию и скончался в возрасте 24 лет. Родители сильно переживали и приказали на территории парка разбить сатрос, также установить белую мраморную колонну в память о сыне. Как и в любом замке, в замке Дехар есть свой призрак. По легенде, там разгуливает дух рыцаря Конрада, который владел поместьем в Средневековье. Мужчина по неосторожности утонул в крепостном рву у стен собственного замка, а его душа так и не смогла обрести покой. Кстати, к замку прилегает старая церковь, в которой похоронены все представители династии Дехар и Ванзелин, но в нее вход для туристов закрыт. Барон Тьерри вложил немалые средства в реставрацию и поддержание замка, и, скончавшись в возрасте 78 лет, он был похоронен в замковой церквушке. И в последний путь его провожала вся деревушка Хазайлинс. При Тьерри в замке гостили известные люди, такие как Мария Каллос, Джеймс Бонд, Роджер Мур, британский актер Майкл Кейн, голливудский актер Грегори Пек, Бриджит Бардо и голландский футболист Марко Ван Бастер. На протяжении долгого времени замок был полностью закрыт для туристов, и лишь после Второй мировой войны его открыли снова.